В психологии существует такое понятие, которое называется выученная беспомощность. Что это за состояние? Выученная беспомощность – это состояние, при котором человек не предпринимает никаких попыток, чтобы улучшить свое состояние. Как правило, он делает какое-то количество попыток, оно неудачно, попытки, ничего не меняется. И в итоге человек впадает в такое пассивное состояние, он отказывается от дальнейшей борьбы, от дальнейших действий и стремлений что-то изменить вокруг себя. Само это понятие связано с таким американским психологом, которого звали Мартин Селигман. Можно даже его, да, в изображении Мартин Селигман, который провел ряд экспериментов. В 1964 году были такие проведены эксперименты над собаками. Почему я подчеркнул год? Потому что, может быть, в наше время такие эксперименты посчитали бы чем-то живодерническим, да? Но в то время как-то это можно было тогда еще. И он проводил эти эксперименты. То есть было интересно, вот как там рефлексы у собаки, как там эти все связи причинно-следственные. И собак помещали в клетки и давали такой высокий сигнал. Высокий сигнал. И после этого высокого сигнала пускали ток, довольно болезненный для собаки. То есть ее било током. И вот какое-то время проводили над собаками этот эксперимент, этот сигнал, итог давали. И собака не могла никуда убежать, потому что она находилась в клетке. И после вот ряда таких опытов клетку открыли. И снова дали такой сигнал и думали, что собака, поскольку клетка открыта, убежит. Но произошло удивительное. Собаки стали ложиться на пол клетки, жалобно скулить. И хотя они могли убежать и не получать этот удар тока, они все равно оставались лежать. Спустя три года, в 1967 году, он уже провел такой большой эксперимент, где было такие три группы собак. Точно так же первым двум собакам давали ток, а третья, ну такая была контрольная группа собак, тока не давали. Причем отличие между первыми другими группами было в том, что, ну собака умное животное, и там была такая панель. Была панель, и собака могла носом нажать на панель, и в итоге тока не было. То есть ток не поддавался. Вот. А во второй группе собак им тоже давали ток, но у них такой панели не было. И у них ток исчезал только если собака какая-то из первой группы нажмет на панель. Вот если собака из первой группы нажмет на панель, вот тогда у них тоже тока не было болезненного удара такого током. Вот. И проводили точно так же эксперимент. Давали ток первой группе собаки, если нажимали носом. То есть от них зависело, будет ток, не будет ток. Нажмут они на панель, не нажмут на панель. А во второй группе собак, они были как бы заложниками ситуации. Заложниками ситуации. И если там собака нажала, то у них было все хорошо. А если не нажала, то они получали электрошок, да? Получали удар током. После всего этого эти три группы собак поместили вот в такие клетки, у которых были невысокие стенки. И из них можно было выпрыгнуть. То есть это были вот такие боксы больше такие были, да? Можно было выпрыгнуть. И когда проводили эксперимент, да, опять-таки, да, собака могла легко выпрыгнуть, то первая группа собак, когда они чувствовали, что они могут, им не надо ни морда, ничего нажимать, ничего, они просто выпрыгивали и убегали. Точно так же собаки из третьей группы, которые ток не были, точно так же они выпрыгивали и убегали. А вот собаки из второй группы, от которых ничего не зависело, нажмет, хорошо, не нажмет, ну, значит, не нажмет. Такова судьба, да? Да? Что они не стали, хотя они физически были такими же, как другие, и они легко могли выпрыгнуть и убежать. Но они опять-таки стали ложиться на пол и жалобно скулить. То есть у них, как назвали исследователи, появилась так называемая выученная беспомощность. То есть они как бы покорились судьбе. Ну, вот знать вот так вот. И ничего от меня не зависит. Я пыталась, ничего не получилось. Я раз не получилось, и два не получилось. И вырабатывается в животном такая некая покорность. Этот эксперимент был очень известным, очень знаменитым. И потом эти исследования продолжались. И в 1976 году было на эту же тему выученной беспомощности эксперимент тоже в Америке, в штате Коннектикут, в одном из домов для престарелых. Там тоже ряд пожилых людей согласились принимать участие в эксперименте. Их было около ста человек. И эти ста человек они как бы поделили на две группы. На две группы. Разница была в том, что в первой группе люди пожилым дали возможность принимать решения, делать какой-то выбор, нести ответственность за свой выбор. А во второй группе они были просто окружены вниманием и заботой персонала, которые все за них делали наилучшим образом. Наилучшим образом. И вот я даже прочитаю инструкцию, которую дали, например, вот второй группе, которые были окружены любовью. Вот им дали такую каждому инструкцию. Мы хотим, чтобы ваши комнаты выглядели как можно уютнее. И постараемся все для этого сделать. Мы хотим, чтобы вы чувствовали себя здесь счастливыми. И считаем себя ответственными за то, чтобы вы могли гордиться нашим домом престарелых и быть здесь счастливы. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь вам. Я хотел бы воспользоваться возможностью и вручить каждому из вас подарок. Служащая обошла всех и вручила каждому пациенту по растению. Теперь это ваше растение. Они будут стоять у вас в комнате. Медсестры будут поливать их и заботиться о них. Вам самим ничего не нужно будет делать. Вот первое. Вот это инструкция для второй группы, да? А для первой группы такая была инструкция. Вы сами должны решить, как будет выглядеть ваша комната. Хотите ли вы оставить там все как есть? Или желаете, чтобы наши служащие помогли вам переставить мебель? Вы сами должны сообщить нам свои пожелания. Рассказать, что именно вы хотели изменить в своей жизни. Кроме того, я хотел бы воспользоваться нашей встречей, чтобы вручить каждому из вас подарок. Если вы решите, что вы хотите завести растение, то можете выбрать то, которое вам понравится. Вот из этого ящика. Это растения ваши. Вы должны содержать их, заботиться о них так, как считаете нужным. На следующей неделе, два вечера, во вторник и в пятницу, мы будем демонстрировать фильм. Вам нужно решить, в какой день именно вы хотите пойти в кино, и хотите ли вы вообще смотреть фильм. Таким образом, видите, двум группам было предоставлено разные возможности. Первая группа, они сами решали, сами выбирали, сами ухаживали и сами несли ответственность. Здесь же для них персонал, любящий, уважительный, заботился о том, чтобы создать наилучшие условия для жизни. И вот спустя примерно месяц начали делать исследования по здоровью этих людей, пациентов. И оказалось, что люди в первой группе, у них, во-первых, лучше самочувствие, лучше здоровье. Они более счастливы, более удовлетворены жизни, у них высокий тонус и прочее, прочее, прочее. У второй же группы было меньше, меньше счастья, хуже здоровья и прочее, прочее, прочее. Меньше какой-то удовлетворенности, удовлетворенности. Когда прошло полгода, то даже вот интересно, да, то это стало еще более явным, более того, но это дом престарелых, где часто люди уже последние годы или даже месяцы доживают, да, то, например, вот из первой группы в течение полугода ушло вечность 15% людей, а у второй группы, о которых заботились, делали 30%, то есть в два раза больше, почти треть ушли, ушли в вечность. Этот эксперимент, он показывает, что вот эта возможность принимать решения, делать выборы, она чрезвычайно важна, потому что когда мы впадаем в состояние, что от нас ничего не зависит, мы ничего не можем сделать, мы ничего не можем, мы не можем, не можем решить, то в конце концов вот это и появляет это состояние выученной беспомощности, когда человек чувствует, что что-то не то, и что-то надо делать, что-то надо свершать, но настолько уже вот привык ехать по какой-то определенной колее, в каких-то определенных жить условиях, что уже и непонятно как, и непонятно что, а кто бы позаботился, а кто бы что там для меня сделал, ведь есть же всегда какие-то люди, которые лучше знают, как ухаживать за моим растением, какой фильм мне смотреть и в какой день лучше это совершать, что мне лучше есть, что мне лучше пить, то есть они все знают лучше, лучше, чем я, и человек, вот эта выученная беспомощность, он немножко начинает напоминать вот такого овоща, да, вот этот овощ такой вот, ну вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот, и такими людьми очень легко манипулировать, потому что они подвергаются влиянию, там, скажешь, налево идут, налево скажешь, направо идут, направо скажешь, на войну, поехали на войну, скажешь, за мир пойдут, пойдут за мир, И все, они это будут делать довольно искренне, будут делать, довольно вот искренне от всего сердца, потому что у них вот это выученное состояние выученной беспомощности. К сожалению, и у христиан тоже бывает вот это состояние выученной беспомощности. Ну, есть же там служители, мудрые люди, которые знают, есть же пастор, он там с Богом и там пообщается, а потом скажет нам, что нам нужно делать. И как бы вот ты считаешь, что вся твоя духовная жизнь, все твои духовные поиски находятся в руках у кого-то других, а сам ты просто вот беспомощно можешь вот следовать и следовать за этим. И вот это состояние, вот это состояние вот христианского овоща, ну вот это так, ну вот это значит так вот. И поэтому в христианском мире огромное количество шарлатанов, которые показывают всякие фокусы, всякие исцеления, изгонания бесов, люди верят во все это, не исследуют, не проверяют, потому что если начнешь это исследовать и проверять, очень многое в голове изменится, очень многое поменяется взгляды. Но люди не хотят, они не хотят нести ответственность за то, во что они верят, за то, что им проповедуют, за то, куда их ведут, они у них выученная беспомощность. Ну он же говорит, с микрофоном говорит, громко говорит, значит знает это лучше, и не мне это судить, не мне это решать. Хотя на самом деле вот такая позиция полностью противоречит позиции священного писания, потому что священное писание, оно вообще показывает, что священство это все мы, нету никакого священства христианского, вот есть священники, есть не священники, если ты христианин, то ты царственное священство. И у нас есть только один первосвященник, его имя, Иисус Христос. И благодаря Иисусу Христу все мы, не только пастор, не только служители, все мы можем идти во святое святых, во святое святых, и там вместе пребывать в общении с Богом, с Духом Святым. Понимаете? Это суть Евангелия, суть священного писания. Для этого Иисус Христос и пролил свою кровь, чтобы благодаря Его крови мы могли идти путем новым и живым во святое святых небес. Поэтому важно драгоценно это осознавать. И я всегда говорил, вот то, что я проповедую, смотрите по писанию, точно ли это так? Я знаю, что я вас пастор, вы меня любите, я вас тоже очень люблю, не меньше, чем апостол Павел филиппийцам пишет, любит их. Я вас очень люблю, но я человек, и вы точно так же люди. Это ваша жизнь. Бог поручил мне заботиться о вас. Но вы не мои. Мы все христовые. И каждому из нас Бог дал разум, каждому Бог дал из нас волю, мышление, чтобы мы могли размышлять, думать, выбирать, да, и делать решения в своей жизни. Потому что часто, когда мы доверяем кому-то, за нас подумают, за нас решат, нас заводят непонятно куда. Да, непонятно куда. Потому что если пастор, проповедник, зная, что что бы я ни сказал, они будут слушаться, потому что они верят в меня, потому что я каждую проповедь говорю, какой великий Божий помазанник, да, и они должны слушаться меня, потому что я Божий помазанник. Все, что я говорю, это от Бога, да. Почему я нормально отношусь к тому, что да, кому-то непонятно, кто-то не согласен, кто-то еще что-то. И это нормальные вещи, потому что я сам научил и учу, и продолжаю учить вас размышлять и думать над каждой проповедью. Думайте о том, что вы слышите. Это ваша жизнь, понимаете? Не я буду отвечать за вас. Я отвечаю за себя. Я отвечаю за то, как я служил в церкви. Я отвечаю, как я служил в своей семье. Но я не отвечаю о том, какие решения вы принимаете. Я не отвечаю. И вот так получается, что когда люди привыкают жить в этой выученной беспомощности, и они живут в этой выученной беспомощности, и вот все время так привыкают, что кто-то что-то скажет, кто-то что-то сделает. И вдруг в жизни наступает момент, когда кто-то должен сказать, а он не говорит, ушел. Кто-то должен что-то сделать, а его нет. Кто-то должен позаботиться, а он что-то не заботится. А ты не знаешь как, ты не знаешь что, ты не знаешь куда, потому что тебе вот как-то собака, да? Ну, вот так вот, вот так вот. И вот ситуация изменилась. Другой. Другая там клетка, другое место, другой загончик. Как в том опыте, все другое. Условия совершенно другие. И никто ничего тебе не говорит. Ты сам должен принимать решение.